Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале АКТИС в студии Андрей Иванов и коротко о главных темах. В Приангаре под их пристальным вниманием и опекой 700 тысяч человек. 8 июня в России отмечается День социального работника. Медицинская наука в перинатальном центре Ангарска прошел авторский курс врача-акушера-гинеколога из Санкт-Петербурга. Нам года не беда. В парке строитель состоялось открытие танцевальных вечеров для людей серебряного возраста. А теперь обо всем подробнее. День социального работника отмечается в России 8 июня в Приангаре под их пристальным вниманием и опекой 700 тысяч сибиряков. Это каждый четвертый житель региона. В преддверии профессионального праздника лучших специалистов отрасли отметили почетными грамотами Законодательного собрания Иркутской области. Есть такая профессия – людям помогать. Работники сферы социальной защиты изо дня в день оказывают бытовую и правовую поддержку тем, кто в этом нуждается. А таких, как показывает статистика, немало – пенсионеры, сироты, люди с ограниченными возможностями здоровья, многодетные мамы и другие. В преддверии профессионального праздника, который установлен еще Петром Первым и отмечается 8 июня, лучших специалистов отрасли отметили почетными грамотами и благодарностями Законодательного собрания Иркутской области. Поэтому большое спасибо вам, вашим большим сердцам и сил вам, энергии, чтобы никогда у вас не наступало эмоционального выгорания. Поэтому с наступающим праздником вас! А теперь давайте похлопим! К слову, чествовать социальных работников для депутатов Законодательного собрания региона уже стало традицией. В этом году благодарностями и грамотами областных парламентариев удостоены 11 специалистов из Уссоля-Сибирского, Нижнеудинского, Тайшетского, Шелиховского, Братского, Зиминского районов и других муниципалитетов. Мы всегда будем двигаться вперед, стремиться к новым победам, решать нерешаемые задачи и всегда от своей работы получать ту самую отдачу, которую нам очень хочется. Нам очень хочется видеть счастливых детей, нам очень хочется видеть обогретых, счастливых пожилых людей, нам очень сильно хочется, чтобы наши ребятишки-инвалиды тоже состоялись, выросли, смогли сами себя обслуживать. И поэтому мы будем двигаться вперед и никакого выгорания. И даже в преддверии праздника специалисты отрасли не перестают работать. В рамках награждения работники соцзащиты обсудили вместе с депутатами ряд важных для региона задач. В их числе и вопросы помощи участников специальной военной операции. Кроме того, Александр Ведерников отметил, что в областном парламенте проводятся работы по совершенствованию законов, направленных на поддержку семей с детьми. Задачу уделить особое внимание таким семьям поставил перед регионами президент России Владимир Путин. Егор Сорокин, Наталья Хмелева, Местное время. Российских студентов, которые окончат вуз в рамках обновленной системы высшего образования, будут называть специалистами, рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Об этом сообщают РИА Новости. Ранее глава Миноборнауки Валерий Фольков заявил, что с 2025 года из системы российского высшего образования исчезнет термин «бакалавр». Останется высшее образование и высшее специализированное образование. Студенты, которые уже обучаются по программам бакалавриата, смогут завершить учебу без перехода на новую систему. Льготники при Ангаре могут воспользоваться правом на бесплатный проезд или сниженную стоимость на водном транспорте. Такое решение приняли Министерство социального развития и Восточно-Сибирское речное пароходство, сообщает «Байкал-24». При приобретении билета должны быть предоставлены удостоверения личности и постановления местных органов соцзащиты о праве на льготный проезд. Льгота будет действовать в направлении листвянки, больших котов, братска и байкальских дюн. Продолжаем. В пенантальном центре Ангарска прошел авторский курс врача-акушера-гинеколога из Санкт-Петербурга Екатерины Некрасовой. Основной темой конференции стали современные возможности ультразвуковой диагностики пороков развития плода на ранних сроках. Вероника Васильева продолжит. Екатерина Некрасова – врач-акушер-гинеколог и специалист по ультразвуковой диагностике. За свою профессиональную карьеру работала не только в России, но и за рубежом. В Приангаре Екатерина Владимировна решила поделиться своим опытом с врачами Иркутской области, представив авторский курс-марафон по актуальным вопросам пренатальной диагностики. «Ну, потому что у нас специальность достаточно молодая. Она появилась, ну, в принципе, ультразвук в акушерстве пришел чуть больше 50 лет назад. Сама специальность появилась примерно 30 лет назад. И, конечно, она активно развивается, и постоянно есть что-то новое. Ультразвуковая техника развивается. Поэтому, в общем-то, все это новое и требует того, чтобы оно ложилось в головы наших российских специалистов. Ну, поскольку все новое идет, как правило, из международных источников, то нам приходится все это переводить, адаптировать и рассказывать на родном языке, для того, чтобы, опять же, в Российской Федерации все было на самом лучшем международном уровне». Курс назван марафоном, потому что в него включены все тонкости и аспекты этой медицинской специальности. Пренатальная диагностика – это комплекс врачебных мероприятий и методов, которые направлены на выявление различных нарушений развития плода. Чтобы оказать своевременную помощь будущей маме и ее малышу, проводится скрининг на ранних сроках беременности. «Мы рады тому, что она приехала к нам с очень актуальными лекциями, потому что медицина не стоит на месте. Пренатальная медицина развивается очень быстрыми шагами. И, конечно, за новинками хочется следить. Ну, а сегодня просто шикарная возможность будет услышать все это от специалиста, непосредственно, которые принимают участие в разработке этих новинок, новых тест-систем, новых исследований». Курс «Марафон» включает в себя 14 важных тем в области пренатальной диагностики. Чтобы узнать новые способы и применять их на практике, на встречу со спикером из северной столицы приехали специалисты со всего региона. Вероника Васильева, Александр Черник. Местное время. Экология Байкала сегодня в Центре внимания иркутских ученых. Специалисты заявляют, численность омуля в озере увеличилась. Анализ показал наличие большого количества мальков эндемика. Исследования проводились в самом крупном промысловом районе – на Селенгинском мелководье. Восстановление популяции, говорят специалисты, непосредственно связано с запретом на вылов. Он действует с 2017 года. Сейчас в определенных местах разрешена любительская рыбалка. О полном снятии ограничений пока не говорят. И в продолжении темы. В настоящий момент иркутские ученые также проводят учет еще одного байкальского эндемика – Нерпе. Исследования ведутся с помощью дронов, оснащенных камерами. Как сообщают специалисты, в объектив попадают не только представители семейства тюленевых, но и медведи. Анализ завершится во второй декаде июня. В Шелиховском районе ввели карантинный режим из-за распространения жука-караеда. Зона изоляции занимает почти 2000 гектаров. Ее установили в соответствии с приказом управления Россельхознадзора по региону. Жук-караед или уссурийский полиграф – опасный вредитель. Он травмирует пихту и другие хвойные растения. Крупный пожар тушили накануне вечером в Иркутске. На улице Фабричной горели два жилых дома и хозяйственная постройка. Об этом сообщает региональная пресс-служба МЧС. Огнем была охвачена площадь в 450 квадратных метров. До приезда спасателей из зданий самостоятельно эвакуировались 11 человек. Среди них – семеро детей. По предварительной ферсии причиной инцидента стало короткое замыкание электропроводки. Трагедия произошла накануне на Байкальском тракте вблизи поселка Патроны. Там 12-летний мальчик на квадроцикле, следуя по обочине, при повороте налево столкнулся с автомобилем. От полученных травм ребенок скончался на месте до прибытия скорой помощи. Следователи устанавливают обстоятельство аварии. К другим темам. Ангарская войсковая часть 3695 отметила 30-летие со дня образования. Полк оперативного назначения создан приказом министра внутренних дел 8 июня 1991 года. На учреждения были возложены задачи по оказанию содействия органам внутренних дел и охране общественного порядка. Подразделение участвовало в двух чеченских компаниях, обеспечивало безопасность на Олимпийских играх в Сочи, универсиаде, в Красноярске, чемпионате мира по футболу. Более года военнослужащие находились в Сирийской Арабской Республике. Поздравляю ветеранов. Действительно Ангарск по праву гордится тем, что у него на его территории присутствует такое подразделение, такой полк. Вы действительно предмет гордости и сегодня мы это ощущаем особенно отчетливо, особенно понимаем, насколько важно ваше мужество, ваша стойкость, ваше терпение, ваше умение успешно решать поставленные перед вами задачи для страны, для города, для всего российского народа. С начала специальной военной операции личный состав войсковой части 3695 регулярно отправляется на территорию Донецкой и Луганской народных республик за боевые заслуги. Государственные и ведомственные награды получили 22 человека. Хорошее настроение как лекарство от недугов. Для маленьких пациентов Ангарской городской больницы Совет отцов устроил праздник. В гости к ребятам пришли аниматоры. Прямо на крыльце медицинского учреждения они провели конкурсы и мастер-классы. Не обошлось и без сладких подарков. Такой заряд позитива, говорят медики, поможет детям быстрее пойти на поправку. Мероприятие приурочено к 1 июня, в Дню защиты детей. Все-таки дети лежат в больнице, понятно, что настроение не самое лучшее лежать. Тем более лето, сейчас все цветет, пахнет. И поэтому просто подарить детям просто хорошее настроение, просто праздник. Поздравление получили около 200 юных пациентов. Как говорят специалисты больницы, такие мероприятия они проводят для своих подопечных ежегодно на протяжении 5 лет. Чем заняться на пенсии? Ответ на этот вопрос знают участники клуба «Добрых встреч». Уже много лет они организуют в парке «Строитель» танцевальную программу для людей серебряного возраста. Для тех, кто молод душой, яркое мероприятие знакомо по названию «Цветные вечеринки». Наша съемочная группа побывала на открытии зажигательных вечеров. Этим дамам и кавалерам жюри популярного шоу точно бы ответили «Вы в танцах». В Ангарске дан старт цветным вечеринкам. Это дискотека для людей пожилого возраста. Но организаторы признаются, что рады видеть на зажигательном мероприятии под открытым небом всех. Однако стоит быть готовым, что сразиться в батле с людьми серебряного возраста не так уж просто. Дискотека для людей почетного возраста – это, пожалуй, самый доступный способ провести свободное время, избежать одиночества и пообщаться с ровесниками. Да и отличная возможность вновь почувствовать себя молодым и энергичным. Здесь, под открытым небом, многие забывают о житейских проблемах, находят друзей, а кто-то и кавалеров. Вы знаете, здесь много пар, которые, вот мы уже слышали, знакомятся, их на сцену вызывали. И два, и три, и пять лет, и семь не знакомятся, встречаются, женятся даже нормально. Одинокие люди встречают друг друга. Обязательно ходить на йогу, в бассейн, на танцы, кому по интересам, в хор, в вышивание, вязание, куда угодно, только не дома. Я уже 14 лет хожу, 14 лет, и дружу с Инной Анатольевной. Она наша руководительница, вот такая. Все мероприятия она проводит на высоком, уже в непрофессиональном. Мы так всегда ждем эти танцы. Вот мы сейчас пришли на летнюю площадку, радуемся, не нарадуемся, что разделись. Вот видите, красивые, белые. Это цвет настроения. Погрузиться в ритм танца можете и вы. Вечеринки под открытым небом уже много лет не меняют своей площадки. Они проходят каждый четверг в парке «Строитель». Начало в 17.00. Наталья Хмелева, Олег Левченко. Местное время. В благодарность к старшему поколению в Ангарске состоялось техническое открытие благотворительного кафе для пенсионеров. Добродомик. Заведение не только предоставляет бесплатную еду пожилым людям, но и создает приятную атмосферу. Подробнее о благотворительной организации и ее проектах расскажет Никита Родинский. Благотворительное кафе фонда помощи пожилым людям «Добродомик» открылось в Ангарске. Несмотря на то, что это пока техническое открытие, заведение уже распахнуло свои двери для своих гостей. «Скажите, пожалуйста, как узнали вообще про это место?» «Сегодня совершенно случайно. Вот тут женщина работает, она мне. Тут открылось такое заведение, можно сходить покушать. Я думаю, ну ладно, что делать, нечего. Интересно. Новое начинание, так сказать, какое-то у нас. Я считаю, для пенсионеров это будет большая поддержка». Первый филиал появился 21 ноября 2017 года в Санкт-Петербурге. Начиная свою историю с маленькой идеи бесплатных обедов для пенсионеров, организация стала расширяться и на другие регионы России. Всего насчитывается 8 филиалов «Добродомика». Фонд существует на средства неравнодушных граждан и спонсоров, а его волонтером может стать каждый желающий. «У нас две категории гостей. Это первая категория – те, кто действительно нуждаются финансово. Для них это хорошее подспорье. У нас простая домашняя еда. Суп – второе, салат, хлеб, чай. И очень благодарят и говорят всегда, что как дома. А вторая категория гостей – это вот то, что сказал как раз сейчас Борис Дмитриевич, что внимание, общение. Очень много одиноких людей, у которых никого нет. Это как раз благодарность старшему поколению, потому что мы живы благодаря им». В начале этого года один из филиалов открылся в Иркутске. За всё это время в заведении было приготовлено больше 12 тысяч обедов. Официальное открытие «Добродомика» в Ангарске состоится в конце июня по адресу 55-й квартал, дом 6. Никита Родинский, Дмитрий Швецов. Местное время. В художественном центре Ангарска состоялась творческая встреча с народными мастерами Иркутской области. В округ приехали декораторы из Устилимска Елена Волк и Елена Михеенкова. Почётные гости, известные не только в регионе, но и за его пределами, провели обзорную лекцию и мастер-класс по илимской росписи. И стоит отметить, что уникальный стиль мастериц признан одним из лучших при Ангаре. Есть четыре таких момента, по которым наша роспись отличается от любых других. Это работа на чистом дереве. И мы делаем глубокую переработку древесины, уже отходы превращая в доход. Дерево. Сибирский колорит нашей тайги – зелёное, коричневое и всплески розового, жёлтого, белого. То, что вы видите на наших работах. Народные мастера Иркутской области, лауреаты и призёры различных творческих конкурсов. Увидеть своими глазами уникальные работы двух талантливых умелец кистевой росписи можно до середины июня в художественном центре Ангарска. 7 июня футбольный клуб «Иркутск» в гостях сыграет с подмосковным «Знамя труда». После наши спортсмены проведут домашние матчи. 10 и 13 июня команда из столицы Приангарья встретится с коллективами «Леон Сатурн» и «Балтика БФУ». Обе игры пройдут в Черемхово на стадионе «Шахтёр». Добавлю, что до сих пор на домашнем поле стадиона «Труд» играть нельзя. Сейчас там готовят газон. В России всё же решили сделать 31 декабря официальным выходным днём. Как рассказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков, его ведомство будет рассматривать такой вариант при формировании производственного календаря на 2025 год. Котяков объяснил такое решение запросом от общества. Об этом сообщает ТАСС. Хороших вам выходных. Мы вновь с вами увидимся уже завтра в программе «Итоги недели». До свидания.